Во-первых, загазованность. Им не повернуть. Вот здесь вот я сам видел, сколько раз выезжает большая машина, здесь обязательно пробочка образуется. Портит дорогу нам. Это лишь несколько причин, почему красноярцы не хотят видеть большегрузы на городских улицах. По оценкам специалистов, ежедневно по городу курсируют 750 тяжелых машин. Они разводят товары по магазинам и предприятиям торговли. А сколько фур проходит через Красноярск транзитом, не сосчитать. Чтобы снизить транспортную нагрузку, горожане предлагают ограничить въезд большегрузов или вернуться к схеме, которая действовала во время универсиады. Тогда автотягачам можно было заезжать в Красноярск только ночью. А это один из красноярских рынков. Он находится недалеко от центра города. И вы только посмотрите, сколько за моей спиной сейчас припарковано грузовых машин. Здесь их около сотни, это точно. И это лишь малая часть, которая ездит по красноярским улицам. Просьбы жители услышали в администрации. Чудовники приступили к разработке нового порядка передвижения большегрузов по городу. Для этого даже создали рабочую группу. В нее вошли общественники, депутаты, представители Министерства транспорта и ГИБДД. Специалисты должны проанализировать существующую модель и предложить новую логистическую схему. Я считаю, что все-таки на территории миллионного города надо уже смотреть функционирование этого блока отдельно и очень пристально. Помимо экологических эффектов, это просто-напросто физическое движение нашего трафика по городу. Двигаться в этом направлении надо. Надо слышать то, что нам говорят люди, представители общественных организаций. Между тем водители большегрузов и сами не рады ездить по городу и стоять в пробках. Говорят, это необходимость. Другого объездного пути просто нет. Надо сначала сделать инфраструктуру, дороги сделать, которые можно объехать. А что мы? Какая разница? Ночью мы будем ездить, днем будем ездить. Посмотрите, все равно по этим же дорогам будем ездить. Сделайте дороги, будем ездить вокруг. Конечно, в пробке неудобно ездить. Если бы для меня был бы товар там, где я его загрузил, уехал, это намного проще. Появятся ли в Красноярске новые объездные пути или большегрузы будут работать только ночью? Пока не ясно. Специалисты должны изучить опыт других городов, где вопрос в форуме уже решен. Конкретные предложения обещают представить к концу сентября. Екатерина Любима, Максим Галат, Енисей. Новости.